Итак, друзья, это второй эпизод 8К и гейминг, или как это назвать. С вами я, Арсен, Саида будет мне помогать сегодня, она будет играть. И не только Саида, вы все увидите. В общем, сразу давайте к боли перейдем. У нас не получилось 8К поиграть. Ну, мы могли бы нативное сделать, растянуть и все сделать, но нет, не получается. Почему? Объясню причину. У нас есть... Не буду я там, короче, подснимешь. У нас есть две видеокарты, в этих двух видеокартах 6 дисплей-портов и 2 HDMI. В телеках нет дисплей-портов, мы могли бы, конечно, переходниками подвести, ну, переходниками дисплей-порта HDMI, но это не передает ни 4К, ни 60 FPS, даже 30 не передавало, поэтому это боль. Мы заказали уже монитор, они к нам едут, поэтому в среду или во вторник мы уже выпустим видео, где мы играем уже в 8К. Да, вот я вот отвечаю, да. Что касается 16, как нам говорят, то, что вы взяли 4 монитора, они все по 16К. В общем, взяли вы 4 монитора по 4К, это 16К. Нет, это не так. Как считается вообще? Мы берем 2 4К телевизора, вот, берем их ширину. Получается, у нас 4... Я просто подсказку взял. У нас 4 4К телевизора, это 3840, вот, один 3840 плюс 3840, это получается 7680. Это у нас разрешение 8К. Ширина 8К. Что касается высоты. Один телевизор, это получается 2160 и плюс еще один телевизор 2160, это получается 4320. Что означает? Все просто. Это 8К. Разрешение 8К, это 7680 на 4320. Тут цифры будешь рисовать, чтобы все поняли. Все. Что мы сегодня вообще будем делать? У нас есть видеокарта, у нас есть куча телевизоров, у нас красивая картинка, у нас красивая Саида, и мы просто потестим все это добро в 4К, в SLI, на ультра настройках, и сейчас вы это все увидите. Да, с моими комментариями. Это самое ужасное, наверное, мои комментарии. Погнали. Первой игрой, которую мы решили потестить, стала GTA, и Джамиля взялась за это задание. Вот что-то как-то так все взялась. Настройки у нас ультра, дай-ка я покажу сразу. Настройки запредельные, больше, чем запредельные. Тут 60-герцовый моник, но мы убрали вертикальную синхронизацию, поэтому тут она может и дальше. В общем, сглаживание максимум. Дай-ка я буду листать вниз. Так, что у нас тут? Все очень высокое. Текстуры, шейдеры, тени, отображение, качество отображения, качество частиц. В общем, все на запредельном. Реально все. И, соответственно, разрешение у нас, разрешение у нас 3840 на 3160. А, ну-ка, Джамиля, поиграй чуть-чуть. 60, 6, 63, проседает до 53 фпс. А вот ради интереса, я вот честно никогда такого не видел. Давайте я вам админь продемонстрирую. Я вот тут вот на этом месте слегка офигел. Вот, ну как слегка. Мэн, возьми камеру, пожалуйста, подсними прям в упор вот эту вот часть. Вот, вот это вот. Чтобы люди понимали, насколько мы... Блин, как говорят все каналы, насколько мы стараемся для вас. А как я говорю, насколько мы зажрались. Я думаю, стоит начать прям с трэша. Ну, GTA не считаем. GTA чисто так вот для этого, на самом деле. Ты можешь продолжать играть. GTA я так чисто для примера взял и показать вам, насколько мы... Насколько мы скиловые. Дальше я хочу вот продолжить, точнее, я хочу уже трэшем. И там дальше будет Minecraft, Warface, World of Tanks. Раз-то не будет, простите. Давайте. Друзья, сегодня мы в мире животных, которые... Я ее ведущий, Арсен, который с вами будет рассматривать Warface. Warface это такая игра, в которую не стоит играть, если ты адекватный. Ну, допустим, мы начнем с самого простого. Тут есть парень с ником Зомби. Как вы думаете, что его затолкнуло на такой ник? Ладно я, у меня вот тут 05 Кирушник написано. Ну, я... Вы меня видите, они очень адекватные. Но Леха Нига, Кирилл 1.09, Тони Монтана, Ген Шен Гоу... Царь Киллов. А, Киллов, наверное. Макс Барри. Поэтому, ребята, если вы играете в Warface, хорошо обдумывайте свой ник. Это первое правило. Почему я как дебил разговариваю? Это всегда так. Арсен Трастов. Дровки еще дров. Это было сильно, мэн. Итак, что касается Warface. И вы меня не переубедите, что надо говорить Warface. Это Warface. 90... Это ладно, сейчас загрузимся. Я вам скажу. Анечка зашла. Вот главный плюс Warface, ты видишь, настоящие, почти настоящие Ники, ребят. Вот тут Анечка зашла. Там Виталик вон наверху. Кирюша, Мармок. Опа, я... Автоматом. Каким-то непонятным. Ой-ой, а он графический прицель есть. Итак, ребята, давайте я вам покажу сейчас. Скорейная линия, это она-то прилетела. Так, настройки смотрим. Ой, там тебе бегать, тебе-бегать, 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 это рубачок. Понятно. Так, давайте мы сейчас настройки вам покажу быстро. Ой, мне прям это... Еще кашель не прошел. Итак, Фузи. Итак, 4К разрешение. 3840 на 2160. Это 16 на 9. Частота обновлений безграничная. Настройки запредельные, высокие. Те, кто играют в Warface, они понимают меня. И мы в теме, в общем, пятюню потом, да. Итак, что мы видим? 4К, 95, 102, 114, 121, 120, 118. Давайте по экшену. Строим компанию. Гранату по себе кинем. Бум. Ничего не меняется. 122. Это 4К, это ультра настройки. Ну, тут ультра нет, тут высокие. Поэтому... И, кстати, если вы возьмете вот себе вот это вот все, у вас будет неплохой плюс в шутерах. У вас всегда есть прицел. Даже если в игре он не предусмотрен, у вас он есть. Это главный плюс. Это просто... Блин, ну это неудобно. Очень неудобно. А чё, где, куда тут? Ребята! Я забудился. Эй... Почему все смотрят на эту игру? Это же Warface. О, парень! Парень, 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 парень! Вот вы видите даже, у меня уже прицела нет, но я могу стрелять. Но я ещё могу и убегать. Чё происходит? Так, так, оп, здорово, парнишка. Парни, вы поняли? Изи килл. Правда, 13... 13, я бою, хотел сказать, потратил на него. Где тут? Опа-ля, всё, скилл. Честно, очень скучная игра, поэтому мы пойдём сейчас в мини-крафт. Ребята, которые играют в Майнкрафт. Вот я сейчас буду каждую... Вот к каждой аудитории определённой игры обращаться. Я начну с Майнкрафта. Ребята, честно, я очень хорошо к вам отношусь. Это хорошая игра. Аида, я отработал твои деньги. А теперь давайте серьёзно. 5 фпс, 22, 59. Я не знаю, что с этой игрой не так, что она вообще жрёт, а откуда она вообще жрёт. Но 50 фпс вам гарантированно в Майнкрафте. Ой-ё-ёй, смотри, скелет убегает. Твой скелет, не беги никуда. Он, правда, тут такой не агрессивный для меня, по-моему. Ну, 60 фпс. Это герцовка монитора, я понимаю. Он залочен здесь. Мы здесь не можем разлочить в Майнкрафте. Если вы знаете, как разлочить фпс в Майнкрафте, то напишите нам, мы разблокируем. О, это на моего знакомого похож. На нашего общего знакомого, я тебе больше скажу. 59 фпс, давайте попробуем спуститься в подземелье. Так, капок. Ничего не меняется, чувак. Типа, блин. Абсолютно ничего не меняется. Ой, смотри, просадки пошли. Чувак, смотри, просадки пошли. Опа. А вот это поворот. Смотри, кролик. Хе-хе, кролик. Эй. Шо отсюда? Шо отсюда? А шо отсюда? Козлина. 60 фпс. Если вы знаете, как разлочить, разблокировать фпс в Майнкрафте, отпишите в комментариях, я обязательно почитаю. В общем, суть теста в Майнкрафте вы попоняли, чтобы определенный, определенная прослойка людей не задала вопроса, когда будет тест Майнкрафта. Мы нашли все, кроме Раста. Раст лицензионный, но мне денег не хватило его купить. Потратился на сборку, денег не хватило. Поэтому у нас будет сегодня, будут танки, будет Warface, ну, уже был Warface, Майнкрафт, Радуга, как всегда, Overwatch, и дальше вы увидите. Погнали в следующую игру. Сейчас многие люди удивятся вообще. Чего это, он играет в танки? Нет, я аккаунт только что создал, мы сыграли парочку боев, какие-то танки тут появились, честно. Те, кто шарит, они поймут, что это прям нища. Днея, днея именно. Нет вообще. Отказывайтесь от обучения. Да, я профессионал. Отказаться, да, отказаться. Так, настройки сейчас зайду, я вам покажу. Блин, как же сложно, как дебил, реально вот так вот сидишь и ищешь чего-то, непонятно что. Так, график, графика вообще. У нас 4К, как вы можете заметить, вертикалка включена, гамма, гамма, ну, выкручивать, я не вижу, слышно, сглаживание включено. Табирование интерфейса. Да, но это не особо тут играет роль какую-то значимую динамическое изменение. И все, тут типа клиент HD, по-моему, как мне объясняли, вот тут скачен HD клиент, тут все на максимум, тут все на ультрах. Погнали просто в бой. Я возьму сейчас какого-нибудь шведа, вот он у меня есть тут. И с вами тут вместе погоняю какую-нибудь... Почему-то я на учебный полигон попал, на рудниках. Прогрузилась, на самом деле, одна из тех игр, которая прогрузилась быстрее всего. Я понимаю то, что танки очень процессорозависимая игра, и тут особая видеокарта, типа, может не играть главную роль, так скажем. Но, блин, все равно, можно потеснить, чего бы нет, чтобы вопросов лишних не возникало в дальнейшем. Мы решили вот так вот сделать. Честно, вот этой рамки хотя бы не было бы, вот этих двух. Я бы тут вообще кайфовал бы. Но, блин, эти две рамки очень сильно играют против меня. В GTA та же история. Вот ты играешь, машина вроде где-то здесь, и эти две рамки прям бесят неистово. Заметно, кстати, то, что текстурки очень стрёмные. Вот патроны здесь, не знаю, как вам показать, нельзя показать. Если вы видите, вот тут вот текстурки, они прям пик сильные, очень пик сильные. 118, 117, 116 FPS. Не буду я вверх поднимать прицел, вниз тоже не буду сильно отпускать, чтобы не дезинформировать вас. Блин, так прикольно. Советские танки едут. Ой, кого-то взрываю, кого-то иду. Вообще просто гэнг-бэнг. Гэнг-бэнг, батя в здании. Так, 118, 115, 116. Нет, стабильно, стабильно тут всё. Тут даже играть смысл дальше не вижу. Блин, реально, 116, 117, там многие писали, когда мы в КС играли, то, что когда ты играешь против ботов, мол, они жрут процессор, и из-за этого у тебя просадки были. Ну, память процессора, что-то такое. Честно, я не шарю. Вот не буду говорить о том, в чём я не шарю. Поэтому, может быть, здесь тоже жрут. Если жрёт ещё лучше. Типа, представьте, он жрёт из 116 FPS 4K вообще красиво. Давайте от этих сомнительных танков перейдем к нормальным, адекватным танкам. Go Battlefield. Это какая-то странная фигня, честно. Типа, мы сидели 2 часа, пытались запустить Battlefield, мы его обновляли, мы его кэшировали, удаляли лишний кэш. В общем, чё только мы не делали. Ой. Как только мы включили камеру. Ты не мог раньше камеру включить? Как только включили камеру, всё. Типа, давайте поиграем в Battlefield, сказала нам игра. Сейчас я на строке выставлю. Ну. Включи. Yes. Yes. Ага. Чкирел. Почему только не полноэкранный? Я вот смогу понять. Там рамки всё равно есть. Это болище прям. А вот, кстати. Болище. Батла, что ты делаешь? Не надо, хватит, перестань. Пожалуйста. Ой, кстати, стало, слышишь, ты заметил? Да. И ультра на стройке, и всё стало на место. Чётко. Чётко, чувак, чётенько. Ага. Соединись теперь с серверами. Стоп. Это пропустить. О-о-о-о. Да в любой отряд мне уже всё равно, честно. Я в батлу зашёл в 4К погонять, ребятки. Вот она, оптимизация игры. Спасибо разработчикам, которые разрабатывали эту игру 78 лет. С Эли Айс мы захватили. 60 фпс. Ультра настройки. 58. 59. Пошли шатать людей. О-о-о. Май гаднес. Чётко, чётко, чувак. Я сегодня на сон не встану просто. Пока ты будешь монтировать, я буду играть. Да, я такой. О-о-о. Сзади, 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 сзади. Ты что спину бьёшь, козлина? Заличный вариант. Валим, 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 валим. Честно, я вам так скажу. Играть в батлу с таким разрешением круто, но проблема, знаете, в чём? Проблема вот в этой рамке. Ты не можешь прицелиться нормально. Ты вот типа целишься и вроде, блин, где цель, зачем? Ой, меня тут огнём поливают. А-а-а, сгорел. Давайте итог подведём. 59-60, доходило до 70, опускалось до 47. Это круто, это Battlefield, типа ультра настройки, 4К, все дела. Но это вот так вот. Проблема, честно, вся проблема во всех играх, кроме Майнкрафта, вот в этих рамках. Не знаю, с чем связано. Ну, просто меня это бесит. Меня это неистово бесит. Это, конечно, прицел, это круто, но вот тут выбешивает. Что там у нас ещё есть? Давайте в Радугу пойдём. Радуга от лучшего производителя игр, от Ubisoft, в кавычках, само собой. Мы сейчас в настройки зайдём. В общем, я ладил с серферу по инету и наткнулся на такое, что, типа, ну, мне предложили новость, что Радуга и многие игры от Ubisoft не поддерживают систему SLI. В чём я и убедился. Ты можешь подснять этот угол поближе? Она видит, вот Радуга видит только одну 1080p, вторую. Она не видит. У нас всего лишь 11 гигабайт видеопамяти. Вы скажете, «Хм, Арсен, так этого же хватает, какая тебе разница?» Я скажу, «Да, конечно, хватает, но проблема в другом. Мы сейчас выключаем вертикальную синхронизацию, выключаем всё ненужное, Ставим настройки графики просто на запредельные, типа, давайте вот это тоже поставим. Что у нас тут ещё не стоит на запредельных? Блум, вот давайте вот это, вот это, вот это. Всё, в принципе, ну всё, вы видите, всё мы поставили на запредельное. Выходим, нажимаем «Плей», ищем игру. Вот, нашли игру. И они нашли. А вот сейчас, мы все нашли игру. Мы молодцы. Ох, эту карту, кстати, я не знаю, чувак. Костел. 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 Лайн. Атака. Выбираем сейчас оружие даже, да, по дефолту. Выбираем оперативника, возьмём, к примеру, следжера. И ждём. Сейчас будет самый интересный, чувак. Сейчас будет экшен, прям максимальный экшен. Я не знаю. Спасибо, братан. Я всегда знал, что у меня такого мнения. А вы говорите оператору, не ругай, не трожь оператора, что ты ему не говори. Вы видите, что он? Что происходит, братан? Мы с твоими братьями были. Знаете, в чём проблема Радуги? У нас уже почти 5 гигабайт свободной памяти, у нас 40 фпс. Окей, вы скажете, там, типа, игра не вывозит. Да игра, может быть, вывозит. Это оптимизация этой игры, тут страдает на нереально сильном уровне. Это дикие лаги. Я не могу, ну, типа, мышка поворачиваю, она не поворачивает только. 40 фпс. И это всё не меняется. Чтоб ты там не понижал, чтоб ты там не повышал. Типа, я, допустим, хочу поставить на максималку. Я взял самую дорогую видеокарту. Взял две самые дорогие видеокарты. Ребята из Ubisoft мне не позволяют юзать одну. Мало того, они мне не позволяют сыграть на максимальных настройках. Вот тупо, что у меня 11 гигабайт видеопамятия. У меня 1080Ti. Почему я не могу этого сделать? Это всё просто. Разработчик этой игры Ubisoft. 38 фпс. Это боль. Это самая настоящая боль. Я не хочу больше играть в радугу. У нас остался наш любимый ведьмак, в который мы сейчас и пойдём. В общем, включено всё. Тут типа 4К, Unlimit, Hairworks на 8-очку. Обычный Hairworks включён. Всё на ультрак, типа, давайте сейчас посмотрим. Там, напомню, тоже в радуге было всё на ультрах. Там не открытый мир. Там нет Hairworks. Да, многие начнут гнать, типа, она оптимизирована под AMD. Так какая разница? Вы делаете игры не только под платформой AMD, но и под Nvidia. Так что, ребята, это вообще неправильно. Ну и тем более Ubisoft. Те ещё рукожур. Итак, Ведьмак запредельные настройки. 60 FPS у нас более-менее держится. И это, напомню, Hairworks. Это, я напомню, 1080Ti. Это SLI, ребята. И движок Ведьмака видит. Не знаю, что это должно видеть. Настройки, движок, игра. В общем, игра видит, да. SLI, это прекрасно. И это 60 FPS. Стабильный 60 FPS. На 4К, на всех запредельных настройках. И это круто. Вот это я называю игра. Качественная, продуманная и хорошо оптимизированная, в первую очередь. Опа. 58. Ой, собачки, откуда у вас столько? 59. 59. Нет, особо не проседает. Поэтому дальше смысл оттестить Ведьмак я не вижу. Я обещал в начале тестов, что будет Overwatch, а его не было. Поэтому мы сейчас затестим Overwatch и подведем итоги. Для начала зайдем в настройки. Тут у нас 4К. Тут у нас также все включено, кроме вертикальной синхронизации. Все как надо. Эпические настройки и графики. Сейчас вам отдельно каждое выведу, покажу. Масштаб прорисовки 200%. Высокие, ультра, эпические. Так, тут высокие только есть, эпические. Тут нет. Поэтому мы с вами сейчас будем, устроим рубню в Overwatch. Overwatch. 40 FPS, правда, пока что. Но это не 40, это 69. 60-70 FPS. Ультра настройки. Эй, Радуга, здравствуй. Спасибо, Ubisoft, за такую хорошо оптимизированную игру. 65 FPS и достаточно стабильные 60-70. Блин, четко. Вот, вот, я ничего не могу сказать, реально. Вот про эти игры я ничего не могу сказать. Ребята делают действительно качественные игры. Действительно хорошо оптимизируют их. Что тут можно сказать? 70 FPS. Это прекрасно. Итак, азбу можно итог подвести по Overwatch. 60 FPS стабильно поднимается до 75. Проседает до 60 ниже. Я тупо не видел, народ, честно. Что у нас еще? Хорошо оптимизировано? Качественно сделано? Блин, можно посмотреть даже, сколько видеопамяти она жрет. Она жрет 4 гигабайта видеопамяти из 11. Браво, Blizzard. Люблю вас. Итак, давайте подведем итог. Что касается 8К, да. Во втором эпизоде мы тоже не справились с тем, чтобы воспроизвести 8К и потестить наше 280 Ti. Это беда, согласен. Но мы перенесли и, блин, ну вот проблема в одном. Были бы мониторы сейчас, я бы прям снял бы эти телеки, поставил бы моники и все. Было бы сейчас, прям сейчас вышло. Но пока они до нас доедут, я крайний срок ролику дал в среду. Типа до среды он должен выйти по-любому. Мы вам покажем, расскажем, протестим так же, как сейчас. В 4К вы видели, как видеокарты справляются? Ну не знаю, что там будет в 8К. Я заранее извиняюсь перед теми людьми, которые ждали. Я очень надеюсь, что вы нас поддержите. Мы, честно, мы сами виноваты в том, что взяли телеки без дисплей портов, не посмотрели на 1080. Если быть на 100% честны, если мы будем на 100% честны с вами, то мы заранее взяли телеки, несмотря, что там по портам у 1080i, что там Nvidia придумали, ну мы не обратили внимания на то, что у нас не было никакой портов. Я надеюсь, что вы опять же поддержите это видео лайком. Мы старались, мы потратили кучу времени, кучу сил. Спасибо оператору. Чувак, естественно, прям мы до ночи с лопатейлей эти кронштейны. У меня на этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети, не забывайте комментировать. Также не забывайте, завтра будет стрим. Я все-таки подключил интернет. У нас теперь есть интернет нормальный, с помощью которого я смогу стримить. Завтра будет тест райзенов. Это 100%. Всех жду завтра на стриме. Будет он где-то примерно 4 часа по московскому времени. В общем, всех жду. Счастливо. С 2009 года? Ты серьезно? Да. Ага. Я заметно прям. Прям с 2009 походу и ни разу не садилась за руль. Садилась? Да ладно. И что машина наметила? Я уже Волгу водила. Волгу. Это тебе не Волга, это уже автомат. Ты просто можешь сжать и все. Волгу водила она. А ручка? Хорошо, Джамиля, хорошо. Прям водила. Скоро, будто хентль. Арсен, Арсен, ты посмотри на эту машину. Ей плохо. Ну я сейчас убью. Уууууууууууууууу. Да, у тебя все равно. Аааааааа. Субтитры создавал DimaTorzok